Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Почему не прочитал номер? Номер 86. 5 марта 2016 года. Теперь смотрите, я быстро, сегодня у меня времени совсем нету. Просто вы это уже знаете в каждом ролике. Прочитайте. И буду говорить об измене, о трусости и обмане. О священстве. Теперь прочитайте вот это вот так. Я задержал, потом даже считать некогда. Огромный материал вышел. Ну а вот это вот на нашем сайте перевести вот в эти надо формы. Потому что трудно считать людям, которые так. Ну и идут занятия. Совсем-совсем мало. По одной теме будет говорить сегодня о крещении. Дальше. Влад Вовк. Игнатий Тихоныч. Мир вам. Пишет Владислав из Подмосковья. Я евангельский христианин-баптист. Слушаю ваши проповеди и размышления. Нахожу много полезного. Спасибо вам за вашу искренность и честность. Привожу вас в пример и даю слушать своим друзьям. Очень хочу встретиться с вами лицом к лицу, пообщаться, посмотреть ваш уклад жизни вживую. Можно ли приехать к вам и побыть дня три, помочь, если есть какая нужда. Мы с моим товарищем хотели посетить вас в первой половине апреля, если конечно примете. Жду от вас любого ответа. Божьих вам благословений. Владислав. Вот посмотрите, кто это говорит? Это говорит человек и говорит евангельский христианин-баптист. И какое его отношение? Ну какое отношение к дворке? Ну ему хоть один баптист это напишет. Но только выходит вы баптист. Ты спроси сколько баптистов пришло в моем доме, которые священниками стали. Понимаете, вот это злословие мне передают, я не знаю насколько это достоверно, попрошу статистику проверить. Вот в царское время, да и видимо в столетии двадцатом, самая клеветанная личность была Тарас Путин Григорий Пимович. Ни одного слова истинного лета. Масону поставили задачу. Вот сейчас по количеству роликов, которые выпускают, на первом месте я выхожу уже. За мной стоит Путин, Патриарх и Рамзан Кадыров. Я все время в посте был. Сейчас по статистике просто надо проверить. Я не утверждаю, но смысл похоже так. Я сегодня это покажу на деле. То есть все силы ада поднимаются. Почему? Я должен уходить из жизни. Должен испытать вот это, говорит, а последнее взять. Велика ваша награда, Господь говорит, когда будут поносить вас. Они этого не понимают, что они делают. Меня не будет. Но дело, которым я занимаюсь, оно остается здесь. Оно никуда не денется. У меня отец жил только 75 лет. А я уже живу 76. Уже год прожил больше отца. Ну, женщина по-другому живет. Мать 86, бабушка 96. Там неизвестно. Дальше. То есть не надо ничего говорить. Вот неверующий человек пишет, а вот верующий пишет. И одинаково все они относятся. Они не миссионеры. Особенно миссионерские отделы сейчас. С.Д. Вот фамилия С.Д. Я даже не знал. Вдруг она высветилась. Я сразу сказал, Сатана и Дьявол. И на эти фамилии люди на меня просто бешено лезут. Почему? Не знаю пока. Не знаю. Ну, значит, это награда. Я благодарю Господа Бога. А их вразуми. И в судный день не поставим безумие их. В апреле туда вход закрыт. Если что, то только в июле. 10 июля у нас будет крещение. Мы даже проехать не можем. Вот я до разъезда доехал, за мной приехали на лошадях. Тогда лошади были. А сейчас ни одной лошади нет. Ни транспорт, ничего не пройдет. В резиновых сапогах пройти нельзя. Растаяла няша. Верхом на коне, взял их с собой. И тогда только встретили. Совершенно невозможно. Но это возможно было бы. То есть дать разрешение только после близкого знакомства и уверенности, что все честно. По-другому нам нельзя. Можем по скайпу поговорить. Юрий Соболев. Буду ждать, когда прочел. Глазам не поверил. Лексика-то ваша порой. Один к одному. Это говорит о стихотворении, которое сегодня я выставил на этой же тематике, на нашей Семена Нового Богослова. В переводе Алфеева и Лариона. Влад Волк. Спасибо за ответ. А то я Кураеву писал, так ни ответа, ни привета. А вы живой. Понятно. Вот ответил Баптисту и все. Уже делает какое-то различие между кем-то. Не отвечает. Мы все отвечаем. Много времени, конечно. Но это того стоит. Давайте по скайпу. Только как это сделать? Нужно назначить время. И я вам позвоню. Позвоню? Вопрос. Может, в понедельник вечером, 7 марта, или вторник, любое для вас удобное время, 8 марта? Это из 5 до 17 на 0 по Москве. Можете звонить. Но сначала под скайпом перепишите, свободен ли буду. Можете уже сегодня после 14 на 0 по Москве. А один пишет. Здравия, Игнатий Тихонович. Друг Игорь из Белоруссии. Книги ваши подарил. Очень рад. Спасибо. Позвольте дать совет. Лапа, которую вы прибили на стену, попала в руку. Ну понятно, что туманность. Володя тут где-то. Просчитайте. Ко всем, кто уже получил книги, сделал два фото с книгами в руках. Можно, если есть и маленькие, то рядом могут стоять. Я эти фотографии ставлю в моем мире у себя, которые с книгами. Вот один пишет. Ну, я же скрываю фамилии, потому что кто за мной гоняется, эти изверги я их называю, по-другому даже говорить не хочется. И фамилии скрывать надо. Я такого даже не слыхал. Узнают, с кем я знаком, и кидаются к ним, и начинают заливать грязи. И какие плоды будут, как они умирать, эти люди будут. И называются верующими. Да мало того еще священники, там, миссионерские отделы. Да разве Господь этому учил, чтобы гоняться за кем-то, преследовать, когда страна на крайне краха находится. Это ни у мусульман, ни у кого нет. Самое жестокое, это все патриархийное. Сталинско-беревская патриархия. Дальше. Игнатий Тихонович, рад, что не забыли и ответили. Скоро вышлю. Игнатий Лапки, благодарю, понравились книги. Такое не может не понравиться. Тот, кто ищет Бога, это находка. Спаси Христос. Да, забыл. С мотокроссом завязал. Благодарю за вразумление. То есть он много ездил, мотокросс какой там, такие трудности. И вдруг он бросил все это. Один выписал сразу несколько экземпляров книг, и теперь дарит им. Книги работают. Вчера, даже в воскресенье времени, все равно пошли ребята, отослали книги в Америку. Так что вы давно это гоняетесь, вы зря. Вы в библиотеке имени Ленина можете взять мои книги, полный комплект. В Москве. В исторической в Москве. В парламентской в Москве. В разных-разных столицах мира, в Дании, в Королевской библиотеке, в Великобритании. Ну, вырывайте оттуда. Входят здесь и ищут книги, чтобы уничтожить. Но что горят книги, не видел, только разговор шел. Показывает, стоят. Ну, понятно, что Господь что-то мне готовит великое. Это киллеры духовные. Это кровавые люди. На их руках кровь. Почему апостол Павел говорит, что ныне я чист от крови всех. Ибо я не упустил ничего полезного, о чем не сказал. А они самое полезное все гробят. Если ты видел согрешающего, не сказал, он погибнет, 3.18 из Икииля, а кровь его я с тебя взыщу. Они никому это не говорят. Они балагурят стоят, хохочут, голову запрокидывают, рот раскрывают. Затарус говорит, не думай, что сатана вскочит в рот, священники. Вам рыдать день и ночь надо. Почему Серафим не смеялся никогда? Никто этого не видел. Господь не смеялся. Хохочет. Совершенно чужие люди. Рабани Ти Ви. Мира вам, дорогой, наш отец Игнатий. Вы прекрасный миссионер. Это пишут мне, там писали баптисты, а здесь пишут мусульмане. Образование этого человека у нас, возьмите, два высших образования, закончить консерваторию, на четырех языках разговаривать. Мусульманка своими там, где в университете преподавала, идет православный храм и монастырь, считает псалтырь. Идет работа. Работа идет. Она много ближе ко Христу, чем целое монастырь может быть. Виктор Кашир. Карен не справится. Господь, дай лапки на режиссера-христианина. Неизвестно, какой я разговариваю с режиссером-армянином-то. Мы с ним едем, он на благовестие выехал-то. Но вы как меня считаете? Вот я, как режиссер-то годный, я говорю, более глупого даже не встречал. О, он на режиссер фильм поставил. Он тут же связался с Ленинградом, с Санкт-Петербуржем. Я вот тут это понимаю, что-то... А прошло еще минут пять, он меня в машине. Хватает, обнимает и целует. Правду говорить научитесь. Артемий, воистину нужны вопросы. Теперь в современном кавычках, как они себя называют, православным христианином, можно будет разъяснить текущее состояние их современности. «Спаси Христос Игнатий Тихонович». Никогда не встречались с человеком, но выписал книги. И книги делает человека другим. Один вернулся из заключения, говорит, попал один том ваш, говорит, в зону. Я, говорит, прочитал ее три раза, один том другого не было. Попы узнали, что туда книги проникают. Это наша сестра одна. Сын у нее попал туда. И вот она принесла сколько? Три книги можно брать. А больше нельзя. А книг-то 38. Как попа узнал здесь, он сейчас уехал отсюда в благощинной Новоалтайке. Погиблов, отец Михаил. Погиблов. Фамилия-то не говорящая разница. Погиблов. В Санкт-Петербурге он теперь трудится. По селовым структурам. Сделал все возможное, чтобы книги мои не попадали в зону. Но этого нельзя. У нас юридически составлен документы. Они отвечают, у нас книг так много, ставить некуда библиотека. А сестра пошла, договорилась, кто-то к своим идет из этого отряда. Она скажет ему по три книги, и все равно отправили ему. А их злодейство так и осталось на века. Я веду занятия в университете. В сепархии приходят, бумагу приносят, чтобы меня оттуда вышибли. То есть они за мной гонялись везде, как за зайцем, как за старообрядцами гонялись всегда, они уничтожали их. Так и здесь. Александр Марьясов. Мир вам, братья Игнатий Тихонович. Такой вопрос. Евангелие от Матфея. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Даром получили, даром давайте. Почему он об этом написал? Вот я вчера только начал считать, и думаю, ну это тоже можно знать, что это действительно слова божественные. И оказалось, нет. Дальше-то что он пишет? Расценки на соборование первой седмицы Великого Поста, город Краснодар, Екатеринский собор. Все, данные уже, не бойся, потому что на него уже нападали, он неуязвимый уже, так что можно его фамилию называть. Стоимость 250 рублей, плюс вино, плюс масло, плюс вещи. Понятно как? Ой-ой-ой, дальше. Свято-Троицкий собор 300 рублей. Разумеете, 250, собор другой уже 300 рублей. Плюс вино, плюс масло, плюс вещи. Дальше. Свято-Георгиевский храм Хутор Ленина, 350 рублей. Уже 350. Вино, масло, свечи. Дальше. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, Станица Старокорсунская, настоятель протеерей Леони Черных, 600 рублей, вино, масло, свечи. Ну напишите, черных, вот нас в храм не пускает тут один, Чернодара, почему они чернотой-то покрыты? Ну маленько подумайте. Если был душитель, задушил митрополита Филиппа, кто? Скуратов. Почему эта фамилия перешла куда-то? Это отродье оттуда идет. Ну и все. Дальше. Скажите, сие соборование полезно для искренне верующего человека, для кого деньги в принципе не суть, а важно участие в данном таинстве. Или это, в кавычке, денежное соборование? Здорово. Вообще, я знаю, что это... Я ни разу не соборвался. Мимо меня проходит там епископ. Епископ приезжал, соборовал-то. И батюшка, давай помажу тебя. Зачем? У нас есть врач Виктор Андреевич, он меня по соборует, где болит. Зачем? Потому что неправильно соборуется. Чего буду неправильно? А когда неправильно? Сейчас покажу. Подлежит определению симония. Именно так. Шестое вселенское 23 правило и 100 главы 44-45 правило. Спаси Христос. Я отвечаю. Благословенную и святую Божию десятину украли и вместо всего обильнейшего благословения втащили в мамону проклятую. Вот так. Господь проклинает это все. Дело еще небрежно. Проклинает это. И поэтому она проклятая торговля. Он гнал их, выбрасывал, они опять зарезли. Где торговля, туда Христос еще не приходил. Христа не было. Он бы выбросил. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Тут надо маленько пространственно мыслить. Потому не может быть иначе. Если идет такая бойкая торговля, значит Христос еще и не приходил за порог этих вертепов. Под разными именами. Как вы тут назвали? Вердетство. Вертеп во имя Пресвятой Богородицы. Вертеп разбойничий во имя Рождества Христова. Рертеп, Господь говорит. Вертеп разбойников. Апостол Лака, 5 глава 14 стих. Сказано. Болен ли кто из вас? Пусть призовет Пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Дальше. Поясняю. Вывод. Должен быть больной. Он должен призвать. Больной должен быть. Дальше. Должен призвать. Призвать, а не идти. Призовет. Вот оно. Приказать прийти Пресвитерам. Вот как это Пресвитеров. Приказать просто. Призовет. Я зову. Вы никуда не идите. Это приказ. А не самому идти в храм. И пусть помолится над ним. То есть надлежащим. А не стоящим на ногах. То есть он. Пришли к нему. Он лежит парализованный. И над ним помолится. Юрий Соболев. Триплюсика. Миром. Игнатий Тихонович. Сегодня такая мысль пришла. Если крещение и таинство. Главное таинство церкви. Или так. Первоначально принято ей. То можно сопоставить их по отношению к ним. Итак. Канонические троекратные погружения сегодня в церкви присутствуют формально. На практике же глубоко укоренилось обливание. То есть то, что канонически допускается в виде исключения. Болезнь, плень, тюрьма. Стало практическим правилом. Так и причастие допускается болезненный на адре. Плененный и в узах. Без присутствия на литургии. Вообразим же себе, что исключение вдруг станет практическим правилом. Священники будут причащать на домах. Люди перестанут участвовать в литургии. Трудно такое даже мысленно допустить. Но как же так вышло, что прямо подобное произошло с таинством крещения? Какие мысли у человека все время? Я ему отвечаю. Прямо таки беда с тобой, друг мой Юрий. Все думаешь. Да какой же ты после этого православный? Да разве православным можно думать? Я думаю каждый раз. Так ты же в ересь додумаешься свалиться. Не думай о высоком. А стихи Семена Нового Богослова лучше читай в переводе Илариона музыканта Алфеева. На сердце будет легче при путешествиях. Уже по интернету причащают. Хвалят. Хватился. Это уже на практике сегодня идет чуть вдали. Не знаю. Изменил обычному порядку ради вашей настойчивости и расслабления. Это всегда я одному пишу в Америку. Сегодня же и посылаю на почтамт. Номер слежения сообщим после. Следите здесь и потом за передвижением пакета. Одну книгу к истинному православию дарю вам. А он сразу этот человек очень хороший. Он скрывает даже в Америке фамилию. Они туда в другие страны попадают гонители мои. То есть прославители мои фактически-то. И они сразу нападут на него. И он говорит, да если я знал такое, я бы не стал даже говорить, то это что посылали скорее. Да ладно, через три дня. Я говорю, нет, уже послали. Сергей Игнатов, спаси Христос, Игнатия Лапкина и его ближних, которые облегчают все недостатки и грехи в нашей московской патриархии. В нашей? В московской? Тело Христова и врачуют его раны. Это не может делать так, как это делает Игнатий Лапкин. Это так, потому что с ним Бог, который через него вразумляет нас, грешных. Так, я сейчас буду говорить очень важное дело. Вступление и Слово Божие. Считай. Не имея, и сказал им, вы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они и продаются нам. Они молчали и не находили ответа. То есть молчали, кто молчали, а кого он обличал. И вот они сейчас эти, продают людей в рабство греху. Нет крещения, ну, значит, нет обращения, нет водительства Духом Божьим, ничего нет. Страна превращается в скотомогильник, благодаря попам, миссионерским отделам. Мы сейчас увидим. Архиереи стонут уже. То есть банда захватила корабль, пираты захватили корабль. И нельзя никак молчать. Почему другие молчат-то? Я говорю, они нападают, а вы со стороны смотрите картины для вас это? Подумайте о своих детях, других, которые не крещеные, а чуть-чуть ладошкой мокрой, поповской, пухленькой, задетые. Дальше. О, если бы вы только молчали, это было бы внеменено вам в мудрость. Это я говорю тем, которые нападают и говорят о крещении. Ну, то молчали бы, пожалуйста. Я когда с Александром Менем беседовал, я говорю, батюшка, вот дали бы слово священникам-то по эфиру говорить. Он говорит, что вы, такого петуха бы дали. Петуха. Дальше. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Устал миловать? У нас это в храме написано, в Потеряевке. И приехал новый архиерей, вот этот Иванников Сергей Первый. А я не знаю, почему писали, не показали место писания. Он прошел надпись и просчитал. У нас между иконами надпись. Это тоже необычность для православных храмов. И священно писать. А откуда это написано? Ну, мне пришлось дотянуть все, написать маленько криво буквы. Где? Еремея 15.6. Бог говорит, я устал миловать. Устал. А то вот, в 16-13 году это было смутное время. Бог спас. И все не будет все время так. Страна будет разодрана в клочки. И вы полетите туда, куда вы не направили путь. То есть в преисподнюю. Вместе со своими, со всеми, кто вас одобрял. Марка, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Как это можно было молчать? Погубить или что? Молчать это еще вменено. В мудрость было бы, но они оправдывают беззаконие. Исказили таинство, все. И не могли уловить его в слове перед народом. И удивившись ответу его, замолчали. Это по отношению меня, вот я все беру. Они не могут уловить, ничего у них нету, кроме злобы. Злоба просто аж пенится. И извратили ум свой и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Это я к ним все обращаю, в первую очередь. Хотя относятся ко всем и к нам. И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан. Литый кумир какой? Это я архиерея. Для людей это литой кумир, это священник превратился. Непрерывно везде учат благословения, без меня ни вздохнуть не проще. Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Так а мы говорим, отче наш, да не дети, это одно только слово, язык молотит. Отче наш считают многие. Знаю, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть ничего нельзя сделать? Никак. А мне учат главную тоже СД, вот этих разных отделов. А вы бы молчали, постепенно забылось. Вот как молчать? Ждать, когда забудется? Наоборот, надо трубить и бить. А когда на вас, говорит, нападает, что вы? Я говорю, отвечаю на каждый удар, серия ударов. Почему? Потому что речь идет о защите падших, защите оболганных, окровавленных. И дальше Иеремия. Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители. Развратители. И вот сегодня утром мы считали. Псалом 119. Песнь восхождения Господу. Воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. От языка поповского. Что даст тебе, и что прибавит к тебе язык лукавый? Ну, вас прошли, Давид, что? Мне это близко. Лукавство одно. Изучленные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха. То есть у московской патриархии рядом. Живу в Шатровке Дарске. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Стижи дух мирный, соберутся тысячи. Да где вы это видели? Стижи дух мирный, что он имел в виду, если Сарафим это сказал? Ну, какой дух мирный? Так когда все везде развалено. Давид, мирный был или нет? Мирный, говорит. Но только заговорю, так они везде. Они к войне. Я это делаю первый раз здесь. Подкрепление к разговору, стихотворение одно. Читай с выражением. Я обвиняю вас, слепая власть. В погибель завели слепых коллег. Пророков посылал и обрекал не раз. Но покаяния от аспидов... От аспидов все нет и нет. Все нет и нет. Сейчас ударение все время как француз какой, на последнее. Считай заново куплет. Я обвиняю вас, слепая власть. В погибель завели слепых коллег. Пророков посылал и обрекал не раз. Но покаяния от аспидов все нет и нет. Бог обрекал, посылая, зная, что они не вернутся оттуда уже. Я обвиняю вас, раскрывших пасть. Со скалом безразмерно ненасытно. За зверство кровожадное, за страсть, за нераскаянность к ней признаков не видно. И вот они все, какие цены, на что назначать, где раскрыли пасть. Буквально глотают все. Вам кажется, на том глаза затмились. Управы нет на извергах, на вас. Но если что приспичит, Божья милость спасет и вовремя амнистия указ. То есть они думают так, Бог. А Бог говорит, я устал миловать. Никакого помилования уже не будет. Толпа, повязанная с говором лоббистов, обманов, лживых обещаний депутатов. Вы в темноте, ваш путь наклонный. Слизь, склизь, 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 склизь. Ты не знаешь склизьки, склизьки, скользьки. Склизьки, сопревший в грехах на пне опята. Я обвиняю, вам придется дать отчет. Не избирателям, тоскующим по урнам. А Богу и Егове. Хотя вам брат сам что. Страшилище, кривляки, банда урок. Слова Христа, они вас обвиняют. За ненасытность, грабежи, разврат. Гробы окрашенные, вас грехом воняет. И ваши съезды хищников парад. Какое твое выражение у тебя прям грехом воняет. Прочитай заново с выражением. Вообрази, что это ты написал. Слова Христа, они вас обвиняют. Я обвиняю, это не я обвиняю. Слово Божие обвиняет. Они ко мне думают. За ненасытность, грабежи, разврат. Гробы окрашенные, вас грехом воняет. Вас все грехом воняет. Вас все грехом воняет. И ваши съезды хищников парад. Я обвиняю вас, мошенники с кадилом. Корыстолюбцы, скрывшие писание. Вам проповедь не нужна и не мила. Вы кажетесь себе такими молодцами. Я обвиняю вас и за церковный фарс. За ваше фарисейство и актерство. На исповедь к народу. Скажите без прикрас. Где хлеб пекли? За плесневелый, черствый. За плесневелый. Ну ладно, по ударению тебя не вывившись. Актерство. А кто говорит? Игнатий Брянщининов. Актеры одни остались. Монастыри закончились еще при нем. Идите к народу на исповедь. Не народ к себе зайти. Вы выйдите к народу. Что ни таинства, ни крещеные причащают неправильно. Банда урок. Дальше. Кто это говорит? Я обвиняю вас за прорванные сети. За подозрительность ко мне. К святому слову. О, кто это говорит? Придется вам сполна за все ответить. Я уголовный кодекс Иеговый. 6 октября 2004 года. Игнатий Лапкин. Игла. Вот теперь. Я сейчас покажу. И мы начнем беседовать. Посмотрите. У меня маленько не так начал. О, чуть-чуть. Вот. Посмотреть надо. Это кто? И вот здесь выходит он. Это митрополит. И вот здесь все говорится. Как они иеговистов бились, бились. Какого труда им стоило. А то ты еще раз скинул мне. Это не вчера, 29 февраля. Это 8 дней. И они добились, закрыли. Свидетели мои иеговы с регистрации сняли. Это митрополит говорит. Бились. Время. Что вы делаете? Перед государством все равны. А они кровь вливания не делают. А ну вы вливайте из себя кровь. Вашей крови на всех хватит. Да вот кто-то умер. Да от вливания это умерло намного больше. Они что, перестали быть? Нет, они пока. Вы взывете в православие. Посмотрите, какие изверги. Это они закон попирают. Уберут интервью у Смирнова. Он что говорит? Дмитрий. Да что, берите кирпичи, бейте. Ну явно дело, что это безумие полное. Призывает к каким акциям? Это нормально. Почему? А он там около патриарха. А патриарх рядом с президентом. Это двойной стандарт. Придется кровью захлебываться за это. А за границей везде видят, какая свобода. От кого вы нужны? И вот здесь показывает. Прямо конкретно я показываю. Это человек. Вот он руководит этим. И все как надо. И вот вдруг русская народная линия. Не знаю, это видимо государственная или какая там. Ну раз выходит это дело. И вот выходит, поставили еще одного. Таких вот фигурок много. Я видел священники. Против меня. Маленько почитай. О чем вас заблазит? Заблазит, кавычки, перекрещивание. Полным погружением. Диакон Артемий Сильвестров. Ну дальше откуда? Он тут немножко где-то про меня тут говорит. Отца сына, святого духа. Надо найти вот отсюда. Ну вот, вот, вот. Последние годы в связи с деятельностью все до православных сект, в частности, Игнатия Тихоновича Лапкина, соратника, в связи с деятельностью, а соратника анафематствованного Глеба Якунина, который настаивает, что... Это понятно. Прочитайте вот здесь вот он. Анафематствованно. Исповедник. Среди священников это единственный был на страну. Сергианцы. А за что его? За что его анафематствовали-то? И вот сидят. Петерим тогда был. Журнал Московской Патриархии, ЖМП. Его тогда журнал назвали сокращенно. Это жалкие мысли Петерима переводили. Сидят, и он депутат, и он народ избрал. И вдруг решение. В депутаты не ходить. А он остался. Ему сказали, выйдем. А почему выйдем? Меня избрали. Вы же вчера сидели здесь. Они правила переменили. А мы его запрещаем в служении. Он в запрещенном служении больше 20 лет был. 7 лет отбыл. Они тогда предаем анафеме. Даже это безумие нельзя звать. Это сатанизм самый настоящий. Он мне друг. Да, я знаю. Мы фотографировались вместе. Я был у него. У меня не опубликовано его интервью еще есть. 16 часов. 16 часов. И они это попрекнули. Мы анафематствовали. И мы вчера посмотрели фильм анафема. Куприна. Когда льва Толстого надо было анафематствовать. Это фильм, конечно, там надумано все. Но все-таки смысл понятный. Они этого добиваются. Меня анафеме передать. Почему? Мы вчера на сон грядущий еще раз посмотрели. И вот он дальше пишет. Смотрите, что они тут пишут. Как они защищают мерзость запустения. Что правильно это, когда они крестят. Обливание это определенное. В пустыне крестят песком. Ну, это что сказать. Песочники слюнявые. Слюнями еще крестят. Вот, посмотрите, это он один здесь. Ну, ему, конечно, помогли. Как вот на ежегодных рождественских чтениях в Москве. Там Дворкин дали одну и какую-то выпустили женщину. Она прочитала. Она прочитала. А отвечать-то она не думает. Скажут, а мне дали. Вот, посмотри, что тут пишут они. Все. Это вам все в судный день встанет. Нет. Вы никого, ни Бога, ни святых отцов, ни канона, никого нет. То есть, фактически, православия-то никакого нет. Банда наемников. Это кто говорит? Патриарх Алексей Второй. Это не мои слова. Каких бандитов на принимали в церковь? Я указывал, где, в каком выступлении он сказал. Ну, понятно, что. Я просто закрываю, он уже больше мне не нужен. Вот. Это тоже. Я специально все это открыл. И теперь я вот хочу показать. Теперь мы считаем. Смотрите. Внимательно слушайте. Значит, Библию и Святой отвергли. Московская патриархия. Вот эти вот нападающие. Миссионерские отделы. Вообще она им не нужна. Что сказали каноны? Они их определяют по-другому. Где говорится погружение? Это омовение. И скамейки умывали. Ну и проще. Теперь посмотрите. Уже стонут эти. А почему? Им всем я посылал свои материалы. Тех, которые приняли. И в них везде мои материалы фигурируют. Я рассылал эти материалы ни худо, ни бедно. 53 года. Как Пасха. Я всем архиереям вручную пишу и отсылаю. Вот теперь читаем. И слушайте внимательно. Сегодня более длинный ролик будет. Подборка распоряжений и высказываний Священноначалия Русской Православной Церкви Московского Патриархата о необходимости правильного совершения таинства крещения. Значит, допекло наконец. А вот этот, который Сильвестров стал-то, сейчас против него архиереи будут говорить. И кто ему этот материал-то сляпал-то, они прятаться будут. Это не я, да он сам-то сделал. Ну, кабанщика одного можно зарезать. Святейший Патриарх Московский в Северной Руси Алексей Второй. Я спрошу. Сильвестров, там другая, там и Козыльская епархия. Вы признаете, что был такой Патриарх? Или отрицать, что его не было? Мы знаем Ридигер фамилия, КГБовская кличка там у него, Дроздов была. Но он же ваш Патриарх. Кавычки открыты. Сохраняется формализм и в подходе к таинству крещения. Во многих храмах в погоне за доходом... В погоне за доходом? Коростолюбцы. Ну, Патриарх-то это знает. Варьё. И главное, почему? Быстрее больше сделать по 500 человек. Миллион они там крестили в Новосибирске. Миллион? Да посмотрите, сколько у вас, кого дальше. В погоне за доходом. Сохраняется, в кавычках, конвейерный метод. Когда первой, главной и последней части подготовки к крещению является оформление за свечным ящиком. Это Патриарх Алексей Второй говорит. Уплата денег, а священник ставится в положение требоисполнителя. В каждом храме необходимо сделать так, чтобы священник имел хотя бы одну предварительную встречу. Одну, а у нас 500 часов подготовка. Хотя бы одну, там минут 15. С обращающимися по вопросу о крещении. Само же крещение надлежит совершать в соответствии с правилами и традицией нашей церкви. То есть, традиции, правила не Игнатьева. Нет, это Дудинам всем это показать надо. Показать этим издвергам рода человеческого. Это киллеры, духовный киллер. Они убивают людей, не допускают до таинства. Дальше что? То есть, через полное погружение. Патриарх Алексей Второй говорит. Вы куда его дели? Это не Игнатий. Недопустимо совершение его малого количества воды. Погналожда. Еще дальше. Алексей Второй Патриарх России. Где он говорил, посмотрите, церковь и время, номер второй, страница пятнадцатая. Полный текст на Даби-Даби-Даби-Даби-Даби-Даби-Даби-Даби. А вы можете показать, где он сказал так? Пожалуйста. В некоторых приходах не проводятся катехизаторские беседы со взрослыми. Даже перед совершением таинства. Таинство крещения взрослых нередко совершается совместно с младенцами, что создает обстановку хаоса и торопливости. Несмотря на наши многократные предупреждения... Ни одно многократное предупреждение вам, не мне патриарх ваш говорил. Изверги рода человеческого. О крещении взрослых в баптистериях. В ряде храмов взрослых продолжают крестить в детских купелях. То есть они понимают, а такая мелюзга перед ними, в пескарике, может и там, как они тут заходят купеют, да конечно нет. Развратители. Отцам благочинным по получению годовых отчетов следует проверить, сколько в каждом из приходов их благочиния крещено за год взрослых и имеется улив в храме баптистерии. Дальше. Обращение Святей Шпатриарх Московской в Северуси Алексея Виндерога к участникам ежегодного и прахиального собрания духовенства Москвы 2000 год. Чрезвычайно важно изжить случай до ныне встречающегося формального треба исполнения. Призвать клириков к благоговейному и вдумчивому к совершению таинств и обрядов. Прежде всего крещение, покаяние и брака. Брака. Винцы-то не надевают, венщание-то тоже не видите. Советская власть запретила. 25 лет уже перестройка и не можете купель достать. Крохобора несчастная. А также чина погребения. Ибо в эти моменты в сердце человека особенным образом открыто о спасительном действии благодати Божией. То есть они не знают, где благодать, они эти слова не знают. И патриарх, закончившим все семинарии, академии, и он говорит, что там благодать действует. Он разговаривает с кем? Шпана какая-то перед ним. И он знает это прекрасно. Поэтому важно не оттолкнуть пришедшего в храм холодным, бездушным подходом или излишней, неоправданной строгостью. Но, напротив, надо привлекать его сердечным участием и духовной чутки. Ну, хватил тоже духовное. Спрашивает Дмитрия Смирнова, а он же известный в Москве, и говорит, ну, приходят люди, еще не знают о крещении, не говорили им, ну, говорят, хоть деньги взять. И заголовок. Самый наглый поп. Планеты. За все времена. Посмотрите, заглядите, самый наглый поп. Ну, даже нельзя совершенно, неверующие люди, пробрались туда. Православия-то никакого нету. Одна структура церковная. Главное, был бы епископ, крышевал, чтобы все это. Перед совершением таинства крещения необходима предварительная подготовка, катехизация, которая может иметь характер как продолжительного оглашения, так и в определенных случаях одной или нескольких бесед со священником. Об одной беседе со священником. Когда людей пропасть стоит, сколько здесь, по 600 человек в день, он будет говорить, и человеку верует. И пришел-то он не за этим. У него логушок с пивом дома. Почему? А зачем пришел? Теща взбесилась, говорит, не хочет водиться с антихристом, с нехристом. А сосед говорит, да выпьем, выпьем там, да и все. Дальше. Крещение надлежит... Патриарх говорит, Алексей, второй. Крещение надлежит совершать в соответствии с правилами и традицией нашей церкви, стремясь там, где это возможно, использовать полное погружение. Видите, как я его ловку делал-то. Он сам не крещеный, видимо. Где это возможно? Они говорят, он сказал, где возможно. А у нас невозможно. Слава Иисусу Христу! Проверка меня. Дома нет. Где это возможно? Да где это такой канон? Возможно. Да под это можно подогнать любое. Где возможно, там вино, пускай при счастье будет. А у нас невозможно, заранее выпили еще вчера вечером его. На квасу сделаем. Вот пойду вообще. Доклад Святейший Патриарх Московской Всеруси Алексея II на архиеретском соборе 2000 года. Вологодская епархия Русской Православной Церкви, циркуляр номер 8, от 3 августа 1998 года. Святейшим Патриархом Ивсия Руси Алексеем II было сказано. В основах веры, благочестия, традиций, все должно быть неизменно. Веры, традиции, но только не святая Библия. Он как будто не считал ее. Как верили наши отцы и деды. О, теперь проверьте как. Сходите к старобрядцам. Они покажут как. Как хранили и оберегали эту веру. Как жизнь свою полагали за ее чистоту и неповрежденность. Так должно быть и сейчас. То есть речь идет о старобрядцах. Больше ни о ком. Старинная, сохраненная. Старобрядцам в больше 50 разных толков расколол раскольник Никон. Раскол-то остался. А они-то какие раскольники? Их вышвырнули. Еще ни одного не крестили мочением. Все 100%. За тысячу лет ни одного. А эти лукавые делатели пришли. Они никто. Шпана церковная. Считаю необходимым напомнить отцам благочинным, настоятельным. И настоятелем о том, что журнальным постановлением о 26 декабря 1957 года, номер 13. Понимаете, какое же журнальное постановление. Да зачем они нужны? У старобрядцев нет журнальных постановлений. Одно правило. 50-е апостольское. И тысячу лет крестят полное погружение. В любом случае. Только в полное. И все. Айбейл хоть случай один, чтобы попытались. Да нет. Народ-то сразу его сгребет, оттуда вышвырнет. Шкура, скажет, засохшая. Святейший патриарх. И священный синод обращает внимание епархиальных пресвященных. Пресвященных. Это священная академия. И он им обращает внимание. Они забыли про это. На недопустимость обливательного крещения. Крещение должно совершаться. Не канонического. Что пропускаешь-то? Ага. Не канонического обливательного крещения. Крещение должно совершаться только через погружение. Это патриарх говорит. Сколько раз. Сильвестров. Вы на Игнатия нападаете. Даже рта не скройте. Трусы окаянные. Вы силу-то свою энергию-то не знаете, куда сплеснуть. А я-то не защищенный, как бы. Я-то защищен больше всего. А Златоуз говорит, у вдовы мне защитник самый сильный бог. Я на бога надеюсь. У меня патриархия не крышует. Ну, говори, вот возражаю теперь-то. Или что, уже прокисли эти постановления? За давностью? И как? Недопустимость? Напомнить надо? То есть он прямо скажет, что? Священный Синод предлагает епархиальным пресвященным разъяснить священникам в своей епархии. Не допустим. Предлагает разъяснить. Сколько здесь хитрых лукавых слов. Он знает надо. А он умер, теперь на счет пошел. Пройдет ли он мытарство-то, патриарство? Недопустимость обливательного крещения и те канонические прещения. То есть запреты и прочее. Которым должны подвергаться все пастыри, неправильно совершающие крещение. Какое извержение? То есть там священникам, то есть так разобраться, по канонам-то никого и нету. Один муляж ушастый. Ничего и нету. Никакой патриархии-то нету. Просто банда ворвалась в храм и теперь все портят, чтобы погубить Россию. А как? Это киллер духовный. Духовно убивает людей. Для крещения взрослых каждый храм должен иметь большую купель, в которой можно было бы совершать крещение через погружение. Не будет. Станет по колено ножки и все как в греческом храме. И святейший патриарх Алексей Второй не раз говорил о необходимости совершать таинство крещения через погружение. А это какая епархия? Это епархия уже ссылается на это. Это ООО благочинным. Отцам благочинным. Отцам благочинным и настоятелям предписывается максимально точное исполнение журнального постановления. Нет, ни канонов, ни Библии, чтобы в воду сошел Евнах с Филиппом. Нет. Журнальное. Теперь на первом месте журнальное. И вот епископ. Сидим и вопрос задает епископ. Скажите, а что важнее, каноны соблюдать или что журнальное постановление там? Сегодня тебе скажет епископ. Ну, конечно, что скажет епископ. Даже не моргнув, знает. Дальше. Опубликовано где? В блоге. Уставный журнал. Послание митрополита Одесского и Измаильского огофангела духовенства и епархии о совершении таинства крещения 2004 год. Вот теперь смотрите, где я пропускаю. Просчитайте это. Потому что одно это тоже тут и лица во Христа. Дальше. Без всего и спастись никто не может. Без погружения. По слову Господа нашего Иисуса Христа, аминь, глаголю вам, а еще кто не родится водой и духом, не может в нити в Царствие Божие. Дальше. Иоанна 3, 5. Да. Рассуждая об этом в святом таинстве, должен заметить вам следующее. А то огофангел Одесский говорит. Само слово крещение, в кавычках, в переводе с греческого языка, на котором было написано, священное писание Нового Завета, означает погружение, а не обливание или окропление. Такие статьи мне писал Дудин с Томской епархии, что нет, это скамейки омывают, это омывание. А со мной, когда разговаривал, то соглашался, наш, говорит, Ростислав дал указание, кто будет крестить неполное погружение, мы расстанемся. А еще вот так перевернул, сделался вражиной, гоняется за мной, эти ролики с ним беседовали, уничтожает, взламывает все, то есть, ну, безумие, банда. Даже невозможно представить, чтобы мусульмане так поступали со своими мусульманами, или баптисты, или... Да нигде нет этого-то. Самое скверное, жестокое, подлое, все в патриархии ползло в эти миссионерские отделы. Что я говорю, неправильно? Что-то изменилось дальше-то? Нет, конечно. И дальше он не знает, что делать, почему в канонах умерли. А по журнальному постановлению еще нету. С греческого, погружение, Дудин. Я говорю, погружения нет, говорит, это омовение, скамейки-то моют. Он два слова там по словарю посмотрел и знает. Первый законитель крещения, Господь наш Иисус Христос, крестился, войдя в реку Иордан и погружаясь. Сильвестров, ты не знаешь, против Христа воюешь-то, христопродавцы, христоненавистники. Дальше. Святой апостол Филипп снишел воду вместе с Евнухом, чтобы крестить его. С недоста оба на воду, говорит Священное Писание, Филипп же и коженник, и крести его. Я не воспритываю. Православный обязательно через запятую, когда нужно двоеточие ставить, даже здесь. Ну, а то, говорит, митрополит. И послушали они его? Нет. И рта не раскроет ни один. А сейчас возьмите, соедините свою коду, патриаршую-то. Да что ты, митрополит, говоришь? Это все равно, что омывать скамейку, как Дудин говорит. Рта не раскроете, трусы презренные. А на Игнатия тут можно. Почему? Это моя награда. Я никому не отдам это поношение. Потому что мне за это готовятся награды. Я, может, сегодня до вечера не доживу. Это последний шаг. Меня Бог испытал, перетер. Самое опасное, труднопереносимое, златоуст, говорит. Хуже, чем болезнь, проказа. Ев, вытерпел все. А тут, говорит, начал к Богу претензии. Что несправедливо обвиняют. Дальше, шестичвертое. Православная церковь всегда крестила через погружение. Неукоснительно следует переданию апостольскому. Это видно из седьмого правила Второго Вселенского собора, в котором поговорится о погружении. Из двух... Из второго. Из второго тайноводственного поучения святителя Кирилла Иерусалимского, в котором также точно сказано. Два кавычки. Кавычки открыты. Вы исповедали спасительное исповедание. И погрузившись в трижды в воде, опять вынурнули. Ну, Селестров, Дудин. Давайте, выныривайте. Вы не крещеные, поэтому и безумствуете. А почему папа, говорит, бритый-то? Я считал у старобрядцев. Блудник. А теперь как? А она сказала, говорит, пока бордов не сбреешь, значит, ты ко мне не залезешь. И он, говорит, свою красоту мужскую заменил на подпупную женскую. А до этого, чтобы показать, как он приучили голубя. И он во время слета, я тебе показывал только голубенка, приучил, он из уха клеет. Это он, говорит, слова Дух Святой говорился. И папы все сбрили. А смотри, вот, Сикс, Сиксинская Мадонна, еще папа Сикс. Это же у них в капелле нарисовано с бородой. И дальше читаем. И слов святого Василия Великого. Это все Агафангел Одесский, Московский Патриархат. Кавычки открыты. Тремя погружениями и столькими же призываниями совершается великое таинство крещения. Таинства-то нет никакого. Перекрещивания нет. Люди не крещеные. Русь не крещеная. И вот обо мне снимали фильм и назвали «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Официальный государственный фильм. Режиссер Малашин, Юрий Николаевич. ОПЬ. Новосибирская студия. Дальше. Погружение в воду и при том троекратное и троекратное же восхождение от воды установлено непроизвольно и не случайно, но во образ тайны трехдневного воскресения Христова. Почему они? Они не верят в воскресение. Такое было, когда эфистские отроки были. Епископы вообще перестали верить, что будет воскресение из мертвых. Только в этой жизни. Если верить в воскресение, надо жить по-другому. Страх иметь. И вот церковь установила так. Ну нападай на них, Сильвестров, Дудин. Напиши. Агафангел-то еще, может, живой. Шестое. Православная церковь везде и всегда крестила и крестит через троекратное погружение в воду и возведение от воды. Так крестят церкви элладская, болгарская, сербская и другие. Так крестит и русская церковь. Не крестит, давно не крестит. Кого боитесь, а латинская все уже здесь. Патриарх виноват. А что он патриарство сделал? Вот уже давно бриты, крещение, все изменено уже по-латински. Они на это ухажут. Дальше. Так называемое же обливательное в кавычках крещение, противоречащее священному писанию и преданию. Павел, противоречащее? Появилось на Украине от униата. Но он знает в Одессе. Которые восприняли его от латинян. Именно под униатским влиянием, идущими сегодня на западные Украины, многие священники Одесской митрополии продолжают и сейчас. Митрополии, митрополии. Митрополии продолжают и сейчас. Кощунственную практику крещения через обливание. Вот что вы делаете. Дудины, Сильвестры и все, которые. Кощунственная практика. А на меня-то что вы катите все это? Только то, что для награды моей больше никак. Но это не мои слова. Вот он говорит. Ваш архиерей, московский патриархат, ссылается на патриарха. Они никого не видят. Банда. Киллеры духовные. Некоторые настолько закоснили в этом грехе. Грехе закоснили, беспокаянном при том. Что при совершении крещения даже не снимают с крещевого ползунков. Вот понятно дошло. Ну нету ничего, нету. Чего вы обманываете? Ни крещеная Русь, никакой патриархии фактически-то и нету. Только так. Церковный бизнес устроили это вот и все. Седьмой. Святейший патриарх московский Сея Руси Алексей Второй неоднократно указывал на необходимость крещения через погружение и на недопустимость обливательного крещения. Ну а дальше-то что? Мера должна быть. Если нарушил, что извержен. То есть стряхнуть его иди на стройке народного хозяйства. И так? Сейчас, говорит его святейшество, крестится много взрослых и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами. С апостольскими? Не с Игнатьей Лапкиным правилами. Что? Через полное погружение. И дальше. Поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно. Небрежно. Поспешно. Сокращается часто. Причем сакраментальные его части. Не погружение, а даже не считывается. Больше всего поступают жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы крещенного. Да нет обливания-то никакого. Мокрая ладошка. Вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых. Это патриарх Алексей Второй говорит. Они не знали, где это церковная ведомость. Я разостал им, они это берут из моей газеты. К истинному православию у меня там все написано. И что? А для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерии. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей паства. А в одеточке, кстати, там написано. Жалобу поступают, а священника пахнет водкой, табаком. Ну понятно, что водка табаком. Да его в храм нельзя запускать. Пес смердящий. И ничего нельзя сделать. Ввиду вышеперечисленного на основании священного предания и канонических правил Святой Православной Церкви благословляю. Первое. Благословляет он. В каждом храме Одесской митрополии приобрести, установить надлежащего размера крестильную купель, в которой крестить младенцев только через полное троекратное погружение. Второе. Крещение через обливание или окропление исключить совершенно. Ну и спросите, совершили? Вы исключили? Ну правило-то хорошее. Он принял постановление, ну и дальше забыл, то есть отмазка. Священники, произвольно совершающие обливание, должны подлежать запрещению в священном сане. Это не Игнатий, это ваша угроза. Вы без хлеба останетесь. Говорят, сдохните под забором. Если не прекратят эту погибельную практику небрежения, как призывающую проклятие Божие. Проклят, кто дело Господа делает небрежно. Еремея, 48 глава, 10 стих. Вот только вот через двоеточие. Проклят, это проклятое семя. Проклятые люди, проклятые священники, все, которые делают. А то Бог проклинает. Проклинает, как Феофан Затворник говорит. Он благословляет, а Бог говорит, я не благословляюсь. Что будет утверждено? Писание говорит, вы благословляете, я проклинаю ваше благословение. Малахия, вот оно внизу. Просчитайте вот это. Дальше. Итак, для вас, священники, это заповедь. Ну, понятно, дальше. Ну, просчитай. В городе Одессе взрослых направлять для совершения... Дальше, понятно, дальше. ...на греческий храм святых мучеников. В каждом районном центре Одесской митрополии создать крестильни, позволяющие совершать крещение взрослых через полное погружение. С крестильни денег-то нет. У них нет денег. А какие кадиллаки покупают? Пьяные священники прихожан давят насмерть на машинах. Пятое. Оглашение и таинство крещения совершать благоговейно, не сокращая ни в чем чинопоследования и молитвы. Как к отказывающимся исполнить данное постановление будут применены самые строгие канонические меры. И на кого приняли, ни на кого. Один священник, мы едем, а мне говорят, а вот здесь, мимо Одессы, отец Василий служит, он отпевает абортированных. А как? Распашонки, что привезли, распашонку прищищают. Я как? Да запрещал его, говорит, тогда Сергий был у них. Я тебе что сделаешь? А потом жареного петуха надо ночью перед храмом зарыть, а потом в шестом его оттуда пытаться ткнуть. Вообще, ужас какой. Ну и вот дальше. Вот где это написано? Вот оно место. Опубликованное. Опубликованное. Обращение епископа какого? Сумского и Ахтырского Евлогия. Ну какого числа прочитаете? У меня времени уже нету совсем. Смотрите. Галатом приводит. И полагаю. Полагаю, что нет необходимости приводить библейские свидетельства и каноны Святой Церкви, указывающие только на погружательный образ совершения крещения. То есть это семинарию кончали? Для чего? Чтобы оправдать любое безумие. Семинарии, академии только для этого нужны. Специально. Допускающее лишь так называемое. Обливательное крещение, противоречащее священному преданию и писанию, появилось в Украине от униатов. Вот откуда все идет. А патриарх встретился с папой и завопили. Которые восприняли его от латинян. Именно под униатским влиянием многие священники продолжают и сейчас кощунственную практику крещения через обливание. От священников, совершающих обливательное крещение, называя таковое скверным обливанием. Вы сквернавцы. Скверным обливанием заразили Россию. Россия не крещеная. Ее надо крестить. К сожалению, некоторые священнослужители Сумской епархии небрежно относятся к совершению этого таинства. Сумская, везде где-нибудь преподают. У старобрядцев нет ни одного. Ни одного за тысячу лет. Превратив его в десятиминутную требу, самовольно опуская ряд молитв и совершая крещение через заболевание и даже через окропление, что категорически неприемлемо. Но так и продолжает. Если бы он выкинул человека два-три, те бы засохли, потому что они работать не умеют. Они могут только брать там что-то на столы приносят и проще. Такое халатное отношение к святыне таинства свидетельствует о нарушении иерейской присяги и потере страха Божия. Вот кто вы. Вы вообще не священники. Нарушили присягу, вы извергнуты. Они не извергнуты, продолжают совершать. Эти священники безблагодатные. Прямо нужно сказать. Ввиду вышеперечисленного руководствуют священными писаниями и канонами церкви. Благословляем. Ну и дальше что? Крещенник оправдить. Младенцев. Младенцев только через полное троекратное погружение. Крещение через обливание или окропление исключить совершенно. Это сумская епархия. Ну и дальше произвольно. Босволяющие баптистерии. Все, дальше прочитаю. Уже считать некогда. Просто я задерживаю. Володя, засними это. Дальше. Вот это прочитай. Ни в коем случае. Ни в коем случае не допускать к восприемничеству людей, отрицающих бытие Божие, не сознающих себя православными. То есть, а такие были? Зачем он запрещал-то? Крещеных в еретических обществах, католической, униадской, так называемой церквах. Ну и дальше прочитаем. КПЦ к неисполняющим данное распоряжение будут применены самые строгие канонические меры. Ничего этого нету. И умирают эти митрополиты, и они ответят за это. Это я уже говорил, как папе, этому елипископу Льву было сказано. Один грех не проститься. Кого ты поставил недостойно? Не проститься. Даже Петр не мог выпросить. Ну вот где это написано? Вот опубликовано. Я не выдумаю. Теперь Олег Стеняев. Крещение должно совершаться полным погружением. Я не буду говорить, просто здесь посмотрите. Остановлюсь и посмотрите, как он приводит в много мест Писания. Из всех миссионеров, которых можно назвать миссионерами, самое правильное отношение к славянным славам относит, у Глеб, это сказать, Олег. Он приезжал был в Потеряевке, в лагере у нас был. В Барнаволе мы встречались с ним. Тоже создает какие-то теории. Едем дорогу, и он там решил мне показать, какая у него теория. Я его тоже в течение одного часа разбил, и он отказался от нее. Ну и что же. Тоже такой был в зарубежной церкви. Приезжал здесь главный храм. Хотите, мы его отобьем. А потом перерукоположился, опять ушел, и все. Тоже авантюрный такой характер. Кстати, Микве признавалась совершенной только при полном погружении в воду. Вот за Микву хватается там дудина разная. Вот, пожалуйста, дальше. Дальше что скажете? Мне красным только считай. И окунет в воду все тело. Погрузилось полностью сразу все тело. Законное Моисея через полное погружение может появляться единственным примером для христиан. Вот так, вот оно идет. Погрузилось полностью сразу все тело. Вот, прочитайте где. Они ссылаются на еврейский. Вот, пожалуйста, он берет еврейский, с еврейского языка. С древнейших времен православная церковь признавала только полное крещение. Считаем. Кирилл Ужасовинский. Это Олег Синяев говорит. В погружении, как в ночи, ничего не видно. А при изникновении из воды снова как бы стали пребывать во дни. Умер в воскресенье. А сейчас на виду стоит как? Да это по образу лежащего в мавзолее его не похоронили. По образу вот кого крестят-то. А по образу Христа его надо... Дальше. Святитель Златоуся я уже не буду. Сами просчитайте. Троекратным погружением. Григорий Низкий. Троекратным погружением. Григорий Богослов. В каком слове пишет? Крещение полным погружением. Алексей Второй снова. Вот теперь. Это все этот пишет. Олег Синяев. Дальше. Поэтому, учитывая библейские, святотеческие и исторические реалии, мы можем сказать, что согласие отцов предполагают, что крещение должно совершаться именно полным погружением. Протерей Олег Синяев, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий имени Хомякова. Специально для русской религии. Одним? Одним из самых болезненных и грубых нарушений при совершении Таинства Крещения является искажение совершения его через обливание или даже окропление без всякой видимой причины. Понятно, что дошли уже дальше некуда. То есть это уже беспредел. И главное сказать, и слова упускают, все извращено. Крещения-то нет никакого. Из-за этого искажения многие сотни христиан пребывают в смущении относительно действительности своего духовного рождения. Многие из этого причащаются в суд и осуждение. Вот что привели к чему. Многие больные немало умирают. Чаще причащайтесь. То есть киллеры. Духовные киллеры. Некрещенные там. Чаще причащайтесь. Десятки расколов спекулируют на этом искажении, утверждая, что многие христиане, в том числе и епископы, на самом деле некрещенные. Спекулируют. Спекулируют. Сколько вы сказали, вот на этом спекулируют. Если сказали, спекулируют. И это, несмотря на то... Преступная лень. Преступная лень и безразличие священника вызывают конфликт между поместными церквами и ладской... Ну дальше вот куда. И это, несмотря на то, что святейший патриарх, а вместе с ним и многие архиереи, уже больше 15 лет ежегодно... Да, что требует. А вот здесь говорится, что окропительных, не желая поставить в храмах элементарные бочки. Они бочку за это время вина уже выпили. Требуют крестить исключительно погружением. Но обливатели дерзко утверждают, что никакой разницы, как крестить, нет. Это якобы, кавычки, обрядоверие. Совершенно безразличное для сущности таинство. Видите, они так все говорят. Сильвестр вот это вот, это уже понятно. Изверги, лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, то есть извращенно. А еще, чтобы увлечь за собой, чтобы деньги давали, деньги. Мы считали сейчас таинство соборований. Что они с ним сделали? 600 рублей, 300. Им безразлично мнение и Слово Божие. И предание церкви, и постановление собственного священноначалия. Вот что они предали. Все это. А я все это признаю. Признаю же Писание. Что говорится? Постановление священноначалия. Так, пожалуй. Пожалуй, только применение канонических санкций за наглое нарушение воли правящего архипастора способно изменить это положение. Правильно, другого ничего нет. Их надо вышвыривать оттуда и все. Но пора показать обоснование истинного способа совершения таинства. Вот здесь посчитайте, что. Дальше он приводит. А с самой газеты все фактически. Поэтому утверждение погружения совершилось через окропление звучит абсурдно. Абсурдно? Додину это не по мозгам. Дальше. Не случайно, что именно такой способ крещения, как канонический, регламентируется правило 50-м. Дальше. Какие правила тут приводят? Многое что. Василия Великого. Также 91-е правило. Нарушение. Нарушение этой нормы еретиками, согласно с 7-м правилом 2-го и 95-го правилом 6-х Вселенских соборов, было достаточным основанием для их перекрещивания. Вот и все. Афонские крестят в монастыре, Война Ясеневских всех перекрещивал. То есть не перекрещивал, то неправильно назвать, не крестил, признавая совершенно некрещенными, моченых. Действительно, и предание церкви, и каноны 7-го правила некой сирийского собора предполагают возможность... Тогда же, ну любая попытка. Попытка нормализации этого явления отторгается церковью, как неправомыслие. Ну дальше, Константинопольский собор, как что перекрещивали этих католиков, окружное собрание. И что он говорит? Гнуснейшим исчадием филеоквистской ереси и новизной противоречащей Евангелии. Гнуснейшим исчадием занимается сегодня это. И вот где места. Прочитайте. Никодим Святогорец, говорит, не считали возможным... Признать католиков и лютеран крещеными. Это не Игнатий. Их крестили заново всех. Такой формы таинства вовсе. Обряда верия. Григорий Палама. Вот прочитайте, что он говорит. Погружением в воду. Я благодарю Бога, что материал этот напечатан. Три погружения. Бывает во имя. Дальше. Простите, прочитаете. Дальше. Беседа какая она, что она. Ну, другого они не скажут. Троекратно в воду паки из воды появлялись. А светитель, да. Да, вот смотрите. Ну, читать просто много. Вы затормозите на это, вы прочитаете. Это богатый материал. Я вот материал на книгу собирал 40 лет. И дальше по красному. Получается, что тот, кто искажает апостольский образ совершения таинства, тот нарушает и символ возрождения. Но ведь для нас символ не пустой знак. Это участие в реальности смерти и воскресения Господа. Видите, куда дошли. Лаврентий. Откуда было Петр крестил. Где? В тюрьме. То есть, такие большие данные. Почему где допускалось обливание? В трех случаях, как я говорю. А докажите. Что доказывать? Практика показывать. И тогда возьми его на гимн и став прямо, крещаешь и в три погружения. Ну, вот посчитать можно. Купель, погружаешь его, погружаешь его. То есть, это бесконечно можно показывать, погружательное. Только это не хрещение. Это нужно доказывать им. Потому что они этого не знают. Почему? Он не хрещеный. И когда он не хрещеный, такого же делают, и его тогда не видно попая. Это волк во вещешкуре. Вот, благоучрежденные нормы погружательного крещения. Это беззаконие было окончательно истреблено в святых божьих церквах. Да. Это изначально право и обязанность мирян. Еще раз были подтверждены. То есть, мы должны крещать об этом архиерею. Тут написано, сообщайте. Он будет принимать меры, что Даниил Сысоев об этом говорит. Вот какое место. Я не знаю, насколько это уже дошло. Ну, больше я ничего не могу на это сказать. Вот теперь я покажу наш, в моем мире. Видите как. Каждый день мы выставляем. Заходите сюда. Можно писать здесь. А это вот наш сайт во свете Библии. Богатейший, крупнейший сайт. 50 книг к аудио насчитано. 4100 до 4 ответа. Книги о Потеряевке. Вот здесь найдете все. Заходите, здесь все на Потеряевке. Найдите. И так далее. А вот это вот, где у нас, вот она, наш православный видеоканал. Вот он где. Если нажать на, здесь главное, вот сюда главное нажать, тут откроется сокровище наше. На каждый день выставляется жития святых. Вот она идет. Вот, посмотрите. На каждый день. Это я еще в 80-х годах насчитал. Но мы все это переносим на наш... В мой мир переносим. Тут я хотел показать. Давай, из интерната немножко прочитаем. Продолжаем. Дело Пивоварова стало. Дело 1986 года против барнаульца Игнатия Лапкина. На процессе он был осужден, однако вскоре освобожден. Ныне он глава крупного и очень консервативного прихода русской православной церкви за рубежом в Барнауле, который в течение десятилетия занимался распространением аудиокассет с записями православных и общехристианских текстов, а также присоединением верующих ИПЦ к РПЦ и организацией летнего лагеря для детей из православных семей. Я говорю из интернета. Начитанных, мной начитанных, я не просто чужое распространял, только свое. Игейно он был связан с московской общиной отца Дмитрия Дудко, откуда получал и часть текста. В то же время он активно сотрудничал с искругом протеерея Александра Пивоварова. Однако в организационном отношении Игнатий Лапкин действовал самостоятельно. Его клиентами были священники на пространстве от Прибалтики до Красноярска, в том числе в Киеве, для которых он делал тысячи копий лично насчитанных сочинений, около двухсот. Запись по 375 метров, это 2500 часов звучания. В диапазоне от Иоанна Златоуста и собственноручно переработанных, хавычка, протоколов сионских мудрецов для сочинений Александра Солженицына и Шмемана. Олеся Кузьменко. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, пожалуйста, крестите ли вы людей в воде с полным погружением? Если да, то можно ли как-то покреститься? Вот посещаю. Да, летом, после 7 июля, но только на прошедшем катехизации. После 7 июля, нынче 10 будет. Скажите, а что такое катехизация? Ну дальше просчитайте. Греческое, поучение, наставление. Прочитайте, что она пишет. Дальше. Оксана. Оксана Мироненко, подскажите, пожалуйста, в такой вот ситуации, когда человек тяжело болен, долго мучается и его жизнь висит на волоске. Вот молитвы какие. Вот теперь прочитайте, что здесь написано. Потому что слишком много у меня, ко мне приходит песен. Я коротко, я отвечаю. Дальше. Видео. Сибирский Савонарола. Известный проповедник Игнатий Лапкин, вернувшись в РПЦ МП, приступил к облегчению и патриарха Кирилла, призывая закрыть храм Христа Спасителя. Вот так вот. Савонаролой назвали. Ой-ой-ой. Вот, подойдем. Вот патриарх Кирилл. Вот здесь считайте. Ну и все пока на сегодня. Я вижу, время уже много. Во славу Божию. Никита, благодарю. Си Христов. С читалкой, конечно, без выражения, не артист, но зато понятно. Благодарю.